Доброе всем утречко! Давайте зажжем тоже опять-таки свет. 5 утра у нас на дворе и наш Вася считает, что ему нужно работать. За ночь у нас содрали, кстати, 600 с копейками евро, по-моему. И шо, снег появился? Че, охренели что ли? Откуда здесь снег? Дождь идет, снег появился. Ну ладно. Короче, списали с меня сегодня деньги и я не вижу их. А во, амортизация недвижимости. 674 евро. Охреневшие совсем. Это за декаду, понимаете? За вот этот вот несчастный наш дом. Не, ну че сказать, охреневшие они совсем. Ладно. Друзья, я очень рад, что вы оценили, скажем так, упор от из первой серии в какой-то степени. Поэтому пока что мы будем продолжать и нам ничего не остается делать, как брать очередной контракт. Мне на самом деле не очень хочется здесь пахать. У нас опять-таки есть культивация поля 6, есть куча вспашки, есть посев. Где у нас там посев был? Во, посев поля 2. Это то поле, которое мы в прошлый раз, да. То поле, которое мы в прошлый раз закультивировали, можно посеять пшеничку на нём. Рановато на самом деле сеять ещё. А можно упороться и вспахать 14-е поле, например. Или 13-е. Что за поля вообще? Твою мать, 13-е вообще здоровое, 14-е мало того, что здоровое, ещё и кривое. Не, ребят, я упоротый, но не настолько. Не хочу я это вручками делать, этими плугами стандартными. В топку. Поедем сегодня сеять. Правда, есть большой косяк. Нам надо будет семена купить. То есть, семена-то свои будем сеять. И я боюсь, что 4000 литров, которые мы можем купить, по-моему, они по 1000 здесь, да? А по 900 евро. Ну, в любом случае, по 900 евро у нас вообще. Я боюсь, не хватит этого для полного засева. Вот же засада-то, а. Культивацию, что ли, опять брать. Культивация поля 5. Можно взять 5-е поле. Оно не такое большое, а рядом находится. Давайте, на самом деле, его возьмём. Опять-таки, купить в кредит, потому что нет у нас техники никакой. С 6 утра, в принципе, можно уже выдвигаться на работу. Правда, уже достал. С неба идёт дождь, он не переставал ещё ни разу. Ещё и снег выпал, охренеть. Да, я, кстати, на монтаже посмотрел. Диски чёрные только ночью. А так они, типа, блестят. Ну, видимо, косяк текстурки. Садимся в нашу копеечку. Блин, какая она всё-таки вот классная, антуражненькая такая. Габариты еле светят, как полагается, на копейки. Ладно, заводим двигатель. Поехали в магазин. Там нас ждёт фэнд. Скорее всего, тот же самый, на котором мы и работали в прошлой серии. По крайней мере, очень похож. Да и культиватор такой же. Тачку опять-таки бросаем здесь, глушим двигатель, выключаем фары, вылазим из неё. Берём нашего любимого фэнта. Почему я сказал любимого, я не знаю. Обычный фэнд. В принципе, симпатичный трактор. Может быть, когда-нибудь и у нас появится такой же. Но в данном случае нас это не очень интересует. Нам бы чё-нибудь вообще себе прикупить. А то у нас денег кот наплакал. Во. Цпанулись. Ну и, в общем-то, поехали. И вот оно. Пятое поле. Оно? Оно. Всё понятно. Ах, блин, тоже здоровое. Ладно, никуда не денешься. Надо его культивировать. Нам нужны деньги. Блин, GPS не хватает. В 18-й ферме GPS был на всей технике автоматически. А здесь как-то всё неправильно. Ну что, друзья, тогда погнали культивировать. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, друзья. Вот мы и заканчиваем наш контракт. Я последнюю проходку, так как уже пофигу абсолютно, решил от первого лица даже прокатиться. Видимо, довольно криво я это сделал. Да и, в принципе, я так особо не старался. Контракт выполнен. Причём уже довольно-таки давно был. И, кстати, довольно быстро мы это сделали. Ещё полчетвёртого вечера только. Сколько получается? Часов за восемь, наверное, мы справились. Так что можно везти трактор и ехать за наградой. Довольно быстро, кстати. Это хорошо. Всё, приехали. Глушим двигатель и снежок, кстати, растаял, что самое примечательное. В общем-то, погнали в бухгалтерию. Где здесь бухгалтерия, чтобы нам дали денег? Короче, будем считать, что вот бухгалтерия. Нажимаем собирать и получаем 3355. Ну, чуть меньше, чем вчера. Но, в любом случае, довольно-таки неплохо. На часах у нас уже 4 часа вечера. Не знаю, имеет смысл начинать какую-то новую работу. Что вообще нам могут тут предложить? Здесь он культивация поля 31. Это, я так понимаю... Где у нас 31 поля? А вот, кстати, небольшое поле. Может быть, успеем даже сделать за сегодня? И поле номер 3. Слушайте, мне нравится. Какая-то вообще шайтан машина. Правда, думаю, в итоге здесь 600 евро получим. А здесь вообще 500. Но поле маленькое. Можно, в принципе, сделать сегодня. Почему нет? Вспашка земли, вспашка земли. Эх, кошмарно. Все. Культивация поля номер 6. Я думаю, завтра мы займемся именно 6 полем. Оно больше в 2 раза, чем 5 и 2. Но тут, в принципе, неплохой идет бонус. Трактор, правда, не знаю. Мне не нравятся вот эти вот сломающиеся рамы. Хотя это, наверное, не сломающиеся рамы и не холод. Ну да ладно. Ладно, давайте устроим сегодня себе выходной. Ну, не выходной, а, в общем-то, вечер. Не знаю. Поехали съедем в магазин. Возьмем какую-нибудь пивка себе вечерком. Потому что поработали мы довольно-таки неплохо. А где у нас магазин здесь вообще? Хрен его знает. Вон на карте есть кафе. Наверное, в кафе можно будет что-нибудь выпить, перекусить. Я не знаю. Охрененное кафе, я смотрю. По будням бизнес-ланч 150 рублей. Русская, европейская, восточная кухня. Бронь столов. Улица Богдана Хмельницкого, 65. Вот так вот. Даже есть столик. Правда, в такую погоду не особо хочется за ним сидеть. Э, алло, откройте дверь. Они, походу, закрыты. Вот ублюдки, а. Ладно, не суждено. Поехали тогда домой. Чего уж там. Слушайте, а я вот все время забываю, какой дом наш. О, нет, наш еще дальше. По-моему, он тот маленький с зеленой. Если мне не изменяет память. Она иногда ходит налево, поэтому могут быть ошибочки. Но, по-моему, вот этот наш дом. Паркуемся. Вылазим. Да, это наш дом. Это наша тепличка. Наша какая-то будка, где можно хранить какие-то инструменты сельскохозяйственные. Зеленый дом. Надо запомнить, что наш дом, блин, зеленый такой. Самый зеленый. Ладно. Хорошо. Жалко арендованной техникой нельзя пользоваться на собственном участке. Что у нас? У нас тут картошка, кстати. Посевы засохли. Такая вот печалька. Ладно, 6 часов вечера. Вася, видимо, очень сильно устал. Поэтому, возможно, надо ему немножко поспать. Кукареку, ёпта. Доброе утро, товарищи. Доброе утро, страна. У нас, наконец-таки, закончился дождь. И это, на самом деле, очень хорошо. 5 утра. Подъем на работу. Чтобы в 6 уже приступить к этому всему делу, как обычно. И, друзья, у нас, кстати, ферма-то обработала все поля. И 3 поля уже даже засеяны. Желтый цвет. Это поле, которое посеяно. Так как мы с сезонными играем, оно может не прорасти. А если оно начнет расти, оно станет зеленым. Если прорастет, короче, это все дело. Вот. У нас есть еще контракты на посев. И у нас есть замечательный контракт на удобрение. Вот он мне прям вообще очень нравится. 22 тысячи за него платят. Ну, 4 тысячи будет минус. Из-за того, что берем в аренду технику. И еще надо будет купить удобрение. Потому что удобрениями мы своими это все будем делать. Ну, в общем-то, он мне очень нравится. Поэтому мы его берем. Сегодня будем удобрять. Перепрыгиваем это все дело. Садимся в нашу копеечку замечательную. Заводим ей двигатель. Включаем фары. И пока у нас темно, надо, короче, отсюда выбираться. Да, кстати, списали опять денег у нас за амортизацию недвижимости. Блин, эти налоговики, я не знаю. Они меня раздражают уже своими поборами. Такой домик в деревне стоит вот... Его можно вот сколько мы платим? Его реально можно купить, такой дом. Где-нибудь в каком-нибудь на отшибе. А нет, мы еженедельно, точнее... Ну да, практически еженедельно, раз в 10 дней получается мы платим. Какую-то несказанно бешеную сумму. Так, давайте-ка. Приехали мы в магазинчик. Так, тут у нас стоит, ждет уже тракторочек с узкими шинами. Ущербный такой, блин, меня так раздражают эти узкие шины. Ну как раздражают? Не то чтобы прям раздражают, они, как по мне, очень ущербно смотрятся. В общем-то, паркуем нашего Жигуля в то же самое место, где он всегда стоит. Где он фонарик. Вот даже эту самую гирю дали, противовес. Вот такого вот кейса нам дали, блин, с узкими шинами, конечно, вообще некрасиво смотрится. И вот интересно, сколько удобрений нам надо для того, чтобы второе поле-то обработать. Удобрения, увы, надо покупать. Где у нас большие мешки с удобрениями? Вот они. Блин, ну придется на все брать. Три мешка мы можем купить. Берем на все деньги, что можем себе позволить. Три мешка. Ой, я очень надеюсь, что этого хватит для того, чтобы удобрить все это дело. Цепляем, в общем-то, удобрялочку. Удобрялку какую-то большую дали. Вот это хорошо. Противовес тоже цепанем. Раз уж он у нас есть, почему бы им не воспользоваться? И наполняем удобрялку. Три тысячи литров. Блин, мне кажется, этого не хватит почему-то. Самое интересное, у удобрял какие-то шины, посмотрите, какие. Вообще, не то чтобы прям обычные, а прям вообще широкие. В чем логика, я хрен его знает. Ну, ладно, погнали, короче, на этот самый. На второе поле приступать к работе. С этим полем мы, в принципе, уже хорошо знакомы. Мы его сами культивировали, поэтому, блин, ну давайте как-нибудь. Как-нибудь это дело удобрять, я не знаю. Хотя, с широким разбросом, мне кажется, три тысячи литров вообще должно хватить за милую душу. Во-первых, еще насколько широкий здесь разброс. Это хоть то поле. Это не то поле, е-мое, я чуть другое поле не начал удобрять. Ешкин кот. Вот это был бы фейл года просто. А вот это уже наше поле. Блин, хотел без карты играть, и, видимо, это плохая идея. Ладно, пробуем еще раз. Ну-ка, давай-ка посмотрим, сколько у тебя разброс. Нормально. Ну ладно, погнали тогда. Итак, мы потратили треть бака, и сейчас можно оценить, кстати, масштаб трагедии. 35 процентов. Блин, тютелька в тютельку должно выйти. Случайно двигатель заглушил, ничего страшного. Блин, надо как-то экономнее расходовать это все дело. Ну что, еще тысячу потратили. Сколько у нас там? 65 процентов. Блин, должно быть 66. Прикиньте, не хватит просто вот самой капли. А такое вполне может быть. Придется ехать, короче, занимать в Петровича деньги тогда. Ладно, продолжаем. Ну, едь, пожалуйста, быстрее. Нет, ты понимаешь, у нас закончились удобрения. 97 процентов. Ну, твою мать, ну как так-то? Ладно, выбора у нас все равно нету. Складываем всю эту хреновину. И поехали тогда к Петровичу. Займем у него 5 тысяч. А войсь даст, купим еще себе мешочек удобрения. Останется там на будущее когда-нибудь. Петрович. 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 в домике справа у нас живет петрович прямо напротив кафе и поэтому пошлите где у него тут вход поймать что калитку себе не сделал вообще походу не модно калитки сделать ладно один хрен можем перепрыгнуть петрович долгани 5000 на пару часов пошел короче петрович отказался блин я не знаю что доделать можно конечно в банк обратиться есть 20 банк здесь на карте перекупщик животных это не то тыры ты ты тын тут курятник загон для свиней выгон для лошадей кстати есть встроенная на карте ай блин и банка даже нету банкомата нету банального суп там куда кредит взять я не знаю ладно можно в принципе обратиться к нашему арендодателю поехали в магазин спросим у него долгануть нам просто на пару часов нам буквально вообще на пару часов погнали пробовать и чуваки вашу мать муляж не повезло их здесь нет скорее всего вот это офис гаражи какие-то ладно давайте попробуем здесь и знаете господа все получилось наш работодатель долганул нам 5000 евро поэтому мы можем в принципе взять мешочек удобрений еще один поэтому покупаем его заполняем нашу удобрялку не нашего аренную и поехали обратно на поле и и и и и и и и и Ну что ж, у нас осталось эти злосчастные 3%, давайте их по-быстрому сейчас тут разбросаем. Я думаю, мы вот эту полоску можем просто даже, что значит не развернуто, ну разворачивай давай, не развернуто ему, видите ли, вот так вот я думаю мы и закончим выполнение контракта, на 100% его не будем выполнять, точнее выполним на 100% и прекратим, потому что ну его нахрен, я конечно правильный работник культурный, все дела, но тратить наше собственное удобрение на все это дело лишнее, я честно говоря не хочу сейчас каждая копейка на счету. Вот и все, контракт завершен. Не хватило нам буквально вот вообще, ну капелька, осталось 914 литров из тысячи охренеть. Ладно, поехали выгрузим удобрение, сначала домой едем, надо выгрузить удобрение около дома, а потом соответственно едем возвращать технику. такс, вот наш домик, я уже запомнил, что он зеленый. Надо выгрузить теперь удобрение. Твою мать, почему ты так далеко их выгрузил? Ладно, давайте отгоним немножко трактор, надо их отнести домой, эти удобрения. Я еще не могу перепрыгнуть через этот забор охрененно. Что не так вообще? Ладно, давайте попробуем с трактора перепрыгнуть не, ни хрена. Надо подгонять трактор. Во, подогнали трактор и сейчас можем спокойно перепрыгнуть. Так как Вася у нас не курит и не пьет и вообще занимается спортом, то мы можем спокойно... Нет, мы не можем? Мы можем, все нормально, можем спокойно килограмм, точнее не килограмм, а тонну. И как тут перепрыгнуть теперь обратно-то? О, перепрыгнул. Мы, короче, можем этот ящик, который весит тонну, спокойно отнести себе, поставить в огород, чтобы его никто отсюда не... Ну, вы же знаете, как это в деревнях бывает, да? Цыгане, все дела. Вот, так что, короче, поехали возвращать трактор и получать свои законно заслуженно заработанные бабосики. Так, друзья, короче, забирайте вашего кейса и платите мне бабло. 18 тысяч мы заработали собирать. Ну и, разумеется, 5 тысяч сразу же возвращаем нашему работодателю. И у нас на часах 3 часа дня. На самом деле, можно было бы, конечно, и посев замутить, но, наверное, может быть уже завтра. А что вообще у нас в поле номер 7 там есть посев? Блин, оно здоровое, конечно, зараза. Че нам хоть за технику дают-то? О, нормальную нам технику, только, блин, трактор так себе. И сеять канулу. Блин, у канулы очень большой расход семян идет. Мне не нравится. Лучше он пшеницу? Нет. На 14 поле, конечно же, не лучше. На 33 поле можно вон посеять ячмень. 33 поле у нас что из себя представляет? Здоровая зараза. Кстати, не намного, но больше седьмого, блин. И расход удобрений меньше будет. И сеялка, я смотрю, тут такая норм. Или это типа культиватор перед сеялкой? Хрен пойми, что это за шайтан машина. Давайте их сравним. 18-метровый нам предлагают сеять седьмое поле. И 25-ти метровый предлагают сеять 33-е. Блин, мне больше нравится перспектива, конечно, 33-е поле сеять ячменю. Давайте так и сделаем. 33-е. Давай, купить в кредит. 9 тысяч нам не дадут. И, кстати, надо семена брать. Ой, как меня это все надоело. Где взять семена, а? По дешевке. На самом деле, 4 часа вечера уже. Понимаю, мы не сильно надолго. Давайте возьмем 5 пакетов. Я думаю, 5 пакетов на сегодняшний день, по крайней мере, должно хватить. Боже, что здесь за труба торчит? Как это все работает? На самом деле, я на такой хреновине ни разу не ездил. Я так понимаю, сначала вешается вот эта хреновина, а потом назад прицепляется рама поворотная. Типа назад уже к ней будет цепляться хрен его знает. А самое интересное, да, я, ребята, типа на русской технике будем, да? Сразу начинаем с топовой. Я еще хрен знает, как это все дело припарковать грамотно. О, кстати, можно сразу наполнить семена, раз уж у нас тут такая пьянка. Раз уж мы подцепили эту хреновину, чтобы потом не ворочаться. А, видимо, эта труба увидела, что рядом семена, поэтому вот так вот открылась. Прикольно. Вообще, по фэншую, конечно, это именно загружать надо. Брать ручками, подвозить поддончик. Но мы же... Ладно. Мы любим по фэншую, но не сегодня. В другой раз. Во, подогнали чуть-чуть поближе, чтоб удобнее было. Сейчас вот это вот дело подцепим. Вот так вот. Все равно крайне неудобно. О, спанул. Ну че, должно вроде работать. Ну че, погнали тогда на шайтан-машине. Где у нас только 33-е поле находится. Это нам сразу повернуть направо, проехать мимо нашего дома и через... Или за пятым полем можно. Да, за пятым полем, наверное, стоит свернуть. Только хрена узнаем, где это пятое поле. Ладно, поехали как-нибудь доедем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твою мать, я застрял. Ну вот как так-то? За столб зацепился, да? Этой хреновиной еще попробую вырули. О, нормально. Потоптали чужое поле. Ну пофиг, оно еще не засеяно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот оно. Тридцать первое поле. Тридцать третье, да? Оно? Оно. Тридцать третье. Блин. Но вообще не в тему такое здоровое. Что-то мне подсказывает, что не хватит здесь семян ни хрена. Ладно, давайте тогда начинать. За сегодня, я думаю, мы можем успеть вполне вот этот вот пятачок засеять маленький аппендикс какой-то торчит тут. Не понимаю, почему так поля сделали. Ну да ладно, бог им судья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже, какие неудобные вот эти трактора с поворотной рамой. Кто их придумал, хрен его знает. Ладно, на самом деле, говорят, в жизни они типа реально удобные. Но в игре им управлять это кошмар просто. Что, давайте тогда сеять. Культура не соответствует контракту. Вот так вот. Четыре литра сожрала. А что нам надо посеять вообще? Ячмень. Эй. Ладно, ячмень так ячмень. Не вопрос. А тут, кстати, если по-лишнему проезжаешься, то пофиг бы абсолютно и семена не тратятся. Это удобрения они будут, даже если ты стоишь, тратятся. А здесь вот по поверхности просто все зависит. И это хорошо. Кстати, слева вон березки можно будет попилить потом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья, у нас закончились семена. Да и время 9 часов вечера, так что рабочий день у нас закончен. 35% всего лишь мы засеяли. Охренеть. Это вообще капец как мало. И на третье поле залезли. Ну ладно. А в общем-то завтрашний день пройдет в пассиве. Ну а сейчас пока что спадки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, трактор оставляем мы на улице. Около нашего дома, блин, мне интересно, почему нету подсветки приборной панели. То есть экранчики светятся, но вот фары зажигаешь и приборки вообще никакой информации нет. Ну ладно. Трактор, кстати, блин, выглядит, конечно, мощно, зараза. Вообще это выглядит мощно, но работать на этом крайне неудобно, я вам скажу. Ну ладно, ничего не поделаешь. Я надеюсь, он никому не будет здесь мешать ночью. У нас уже время, кстати, ночью полетело. Ночью у меня вот такая перемоточка автоматически ставится. На этом, друзья, я буду уже эту серию заканчивать. В следующий раз мы доудобрим, точнее, досеем наше поле. Опаньки, еще 673 бакса еврика. Не суть важна. С учетом того, что мы уже выполнили 35%, то нам надо... Контракты исчезают, а? Да, все засеивается. Надо за завтрашний день обязательно вот это делать. С учетом того, что 35% мы выполнили и потратили на это 5000 литров, то нам нужно еще 10 мешков купить. В общем-то, это все сделаем в следующий раз. Получим бабулетики. И там, скорее всего, раз все засеяно будет, будем немножко отдыхать. Точнее, будет у нас удобрение массовое. Может быть прополка. Я, честно говоря, не знаю, как там с сезонами у нас получится. Давайте-ка время приостановим. А то я сейчас как заговорюсь, так уже и все. В общем-то, будет уже потом удобрение прополка. Ну и потом уже под конец сезона, соответственно, будет уборка урожая. Я уже подключил курсплей, правда, им сегодня не пользовался. Но, ребята, увы, без него здесь никак. Я сегодня реально задолбался и нет у меня особого желания больше так делать. В следующий раз, скорее всего, на стадию удобрения мы возьмем себе и купим удобрялку какую-нибудь. Попроще такую. И GPS-ик на нее пихнем. И можно будет более-менее экономно все это дело делать. Потому что мы за контракт все-таки денег-то получим. Мы сейчас 10 тысяч потратим еще на семена, но получим там около 30 кусков. За эти деньги можно будет какую-нибудь минимальную удобрялочку взять и выполнять контрактики летом. В общем-то, друзья, спасибо всем за просмотр. Не пожалейте, пожалуйста, Лойсика. Блин, под первой серией вообще вы красавцы. Мне было очень приятно. Давайте в том же духе продолжать. Разумеется, пишите свои комментарии, все, что вы думаете по поводу этого прохождения. Рассказывайте о канале друзьям. В общем-то, вы все прекрасно знаете, что делать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.